Вообще-то на хейтерах целую, блин, себе историю построил просто. Ну, как бы хейтеры-то тоже хорошо, они нужны, в принципе. Адеева подшили, да, подшили Адеева. Приветики, приветики. Привет, Украины, из Украины. Украине огромный привет из России. Очень всех люблю. Мама с Украины. Украину люблю. Это тоже неплохо. Да, 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 Юль, всё ништяк. Плохой комментарий, тоже комментарий. Плохое мнение, тоже мнение. Так что всё нормально. Привет, привет, привет. Так, сейчас встану, ребят, когда к тебе детишки приедут. Да только уехали, ребят, подождите. Только уехали, здесь как бы, ну, тоже не детский садик. Приедут ещё. Откуда мама? С Донбасса. Мама с Донбасса. Как дети до дома добрались. Хорошо, доехали, я с ними ездил, провожал. Лёша, зачем тебе та Алёна? Ты достоин лучшей девушки. Да не нужна она мне, Ирка. Не нужна. Я и не хотел с ней быть. Я просто и хотел показать на примере, что она делает неправильно. Потому что мне, ну, почему-то мне жалко людей, хочется помочь, понимаешь, чтобы они не делали ошибок. Но, как выясняется, это нахрен некоторым не надо. Тебе, наверное, пишут очень много. Только по факту никто заявление не отправляет, если верить Наде Ермаковой, конечно. Но тут надо Наде на слова делить на 50. Возможно, и обманывает. Ты дуже добрый. Счастье тоби. Спасибо большое твоим деткам. Спасибо огромное. И вам счастья. Не болейте. Самое главное, здоровье. И удачи просто по жизни. Успех. Чтобы всё получалось. И здоровье было. И деткам в вашем, если есть. Она странная, ведёт себя как непорядочная девушка. Кто? А, Алёнка-то? Ну, она об этом заявляет, в принципе. Ну, она этого не скрывается. Может, с Натальей встретиться, выстроить отношения. Нет, Наталья мне не подходит по взглядам. Не буду я с ней строить отношения. К ней, вон, пришли там. Увидите, короче. Она ни с кем не хочет строить отношения. Ей отношения не нужны. Переписываюсь со многими, наверное. Переписываюсь? Нет. Куришь электронки? Нет. Бросил всё, ребят. Бросил всё курить. Односекундно просто. Клянусь. А какую женщину ты видёшь? Помните, когда писал в сторисах везде? Вот я тогда бросил. Больше не курю с тех пор. У-у-у. Подождите, ребята. Ребята, ребята. А какую женщину ты видишь рядом с тобой? Которую умеет любить. Которую понимает мужчину. Которая с ним пойдёт. За ним они будут спереди планеты всей. Вот. Хорошо, что Лиля ушла. Очень пошлой была. Как с панели. Блин, многие про неё так говорят. Но, в принципе, Лилька человек хороший. Ну, как вот, чисто пообщаться. Мне как бы, ну, если не жениться, ничего. Может быть, вы и правы. Но чисто по общению, вот, ну, такая довольно-таки простая девчонка. По внешнему виду, да. Могу и согласиться с вами. Нет, Наталья не его. Да, согласен. Ну, да. Какая Наташа. Согласен. Плюс, плюс. Как у тебя с Глебом и Кристиной. Отличный. Глеб, Кристина, молодцы. Передайте привет, пожалуйста, Юрий. Юрок, тебе привет. Из дома 2. От Лёхи. Афгана. Сколько тебе лет? 35. 35 лет. В самом расцвете. Молодой мужчина. В самом расцвете сил. Какую девушку лежишь по воду? Любую. Возраст вообще не важен. Ну, от 18, естественно. Вот. Возраст не важен. Главное, чтобы была широкая душа. И понимала вообще, в какой она обстановке находится. И, ну, адекватно воспринимала ситуации. А не просто ножкой топала, не понимая, что происходит вокруг. Умную, понимающую. Ту, которая имеет любительный ходить общий язык с детишками. Ну, да. Да. Примерно такую. Передайте, пожалуйста, привет. Линник Людмиле. Линник Людмила. Привет вам огромный. Из дома 2. И от Алексея Афгана, в частности. Вам привет. А вот и Крис Женя. Вы вечное про них спрашиваете. Вот они проходят мимо. Машут вам. Вон они просили показать. Вот, смотрите, кто просил показать. Да, вы просили. Они пришли. Они везде. Их все любят. Оксана, привет. А сам долго планируешь остаться на проекте. Да, долго. Пока не найду свою любовь. У меня главная цель конечная. Найти свою любовь. Действительно. Я только за этим пришел. Реально, клянусь. Больше мне ничего не надо. Привет. Даже музыку убавила. Ну, спасибо, Оксана. Даже музыку убавила ради меня. Ё-моё, блин, а. Ну, ты прям настоящий друг. Честное слово. Ты харизму берешь. Спасибо большое, Дарья. Почему две недели подряд мужское голосование? Блин, вот этого тоже непонятно, если честно. Я задолбался, как бы, ну, очковать. Так, если говорить честно. Ну, блин, постоянно. Нет, Леша, возможно, Надя права. Я хочу к тебе прийти. Но пока встретиться не позволяет. Надеюсь, скоро получится. Да, заполняйте анкеты, кто хочет прийти. Девчонки, не стесняйтесь. Может, тогда младшенькую отбить у Глеба. Девочка покладистая. А, да, Настя очень покладистая девочка. Реально. Я вот поэтому, я пришел, когда заявил, что мне возраст от 25 лет. Но посмотрел просто на некоторые. Вот кто пишут там, девчонки, да? Младшего возраста намного. Настя, вот. Блин, а бывают нормальные девчонки в 18 даже лет. То есть, соображают как-то по-взрослому, понимаешь? Поэтому я остался говорить. Мне возраст не важен вообще. Влад Шабанов ушел. Да, Влад Шабанов ушел. Все ушли, ребят. Вот, смотрите, пожалуйста. Если покажут, я не знаю. Ну, не могу ничего сказать. Я знаю, кто такой Шабанов. Поэтому не надо, кто с Полиной был. Оксана смеется. Да, да, вот посмейся. Музыку она даже убавила. Как там у Маши с Сашей дела? Как у тебя дела, Оксан? Лучше расскажи. Если выглянуть, я пойдешь еще. Приду. Возможно, приду, да. Нравится, если в паре. Никто не нравится. Чисто как люди, блин, хватит, а? Я так-то бухая. Ну, ты так-то, блин, понятно. Банька, наверное, опять, как всегда, да? Банька, бухлишко. Тут все нормально, Оксан. Сопьешься нахрен. Не пей. А если, Львов, не сможешь, что делать будешь? Да ничего не буду делать. Что я буду делать? Жить дальше буду. Не хочу об этом говорить. Не хочу печали. Будь на проекте всегда, ты будешь легендой. Спасибо, я так и написал. Там есть такой этот, в договоре, типа, графа. Насколько вы хотите прийти? Я написал. Навсегда нахрен. А Саймон тоже шел. Ребят, не спрашивать. Не знаю этих людей. Вот буду отвечать так. Этих людей я не знаю. Ни Саймона, ни Шабарина. Кто он там? Ой, Шабарин-то не тот. Габозья вообще наглый. Знает, что Маша он нахрен не нужен. Из-за проекта терпит. Прекрати меня учить. Да, прекрати меня учить. Надо уметь отдыхать. Да, причем вопросительный знак. Прекрати меня учить, вопросительный знак. Понятно, Оксаночка. Не учу. Окей. Саймон ушел, сказал он сегодня. Вот он сказал. Позитивчик, спасибо. Ну, сказал, значит, ушел. Не сказал, значит, не ушел. Ребят, ну, не могу говорить. Ничего не знаю. Про себя все знаю. Блин, короче, наелся кукуруза. Теперь выгоните Адеева уже. Ты такой честный, справедливый. Приятно за тобой наблюдать. Спасибо огромное. Я такой и есть, действительно. Честный и очень справедливый. За это и страдаю всю жизнь. Так, есть возможность встретиться за периметром с девушками? Нет такой возможности. Есть возможность выехать, но как бы встречаться? Наверное, нет. Я в эфире тихо. Тебя же нельзя еще показывать? Или ты уже там всем растрещала? Я никому не говорила. Да мне уже сказали, что ты... Это мы знаем, кто такая. Ты скажи, что ты танцевал сегодня у меня. Конечно. Мы сегодня танцевали. Привет. А я пришла сюда танцевать, ставить отрывки. Вот так вот. Было круто. Да? Да. Понравилось? Очень. Я еще обязательно буду танцевать. Мне очень понравилось. Саймон топчиком. Ты замерзл, ты трясешься. Да я просто пересел. Я там искала отрывки, чтобы завтра с Глебом ставить. Зимних ты хочешь сказать? Ой, зимних, да. Ну у меня так их раз-два я обчелся. Вот я могу толстовочку дать. Либо тебе, либо Насте. Да ладно, я уже захожу в дом и все. Так, детишки у тебя крутые тоже из Самары Болезанных земляков. Спасибо огромное. Я пока 30. Да, но мне хватит. Зато со всеми общаюсь. Я все успеваю читать. В принципе, да. Ой, трясешься, аж бедненькая, емор. Слушай, а я не сижу в прямых. Кто это? Это Наталья Бачан. Бичан. Бичан. Извиняюсь. Ловишь? Ну, не знаю. Бичан, да, пишут. Лех сегодня сальсу танцевал. Да, она учитель танцев. Вообще классно. Она танцует очень классно. Вообще-то актриса. И актриса театра и кино. Я еще не закончила. Я тебе представляю. У тебя регалий очень много. Просто сначала актриса, а потом хореограф. Они сегодня сальсу танцевали. Завтра будем отрывки сделать. Что за Наталья? Читайте. Бичан. Наталья Бичан. Фильмы смотрите. Фильмы смотрите, читайте, да. Как так? Вы не знаете, Наталья? Ну, ее мало. Ну, они просто недавно начали, видимо, смотреть. Они не помнят. Шестнадцатый год. Я помню. Привет, Наталья. Привет. С ней пару замути. Смеются. Блин, а что, подходим, что ли? Ребяточка, знаешь, как это сейчас? Че? 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 С ней пару замути, да. Ну, я сюда за другими пришла, ребят. Да, симпатичная. Симпатичная. А знаете, какая это? Юля пишет, моя землячка. Увидите, танцы-то. Как Леха-то сегодня сальсу отплясывает. Да, мы это все на репетируем, научимся, а потом обязательно в эфир где-нибудь покажем, да? Или это покажем. Блин, ну сейчас пока лучше не смотрите. Покажут, как начинается все, а потом, как вы классные профессионалы. Пока, да, лучше не смотреть. Ну, посмотрите, да, чтобы потом контраст был просто. Как было и как станет. Не, ну, они знают, и кто смотрел, знают, что... Так, пошли, может, в дом туда, если ты замерзла? Да ладно, в счастье, я пойду. Ну, смотри, это... Просто увидят, что... Вон, Наталья, скромная девушка, учите все силиконы хозяйщие. Да, типа учите силиконы, да. Наталья, а где парень, который с короткой сейчас? Ну, слушайте, а он в стриптизе работает. В полный 2016 год. Он, прикиньте, он как ушел с проекта, ушел в стриптиз, и все, и там по тебе... Подожди, дай, расскажу. Я же с ним дружила, я там ему пыталась что-то помочь с работой, ему это не понравилось, видимо, и он просто ушел в стриптиз, и уже сколько, пять лет прошло, да? До сих пор в этом с женщинами. Кто не знает ее, посмотрите в инете, правильно. А лучше фильм со мной посмотрите, пожалуйста. Я за это время, пока карантин не наступил, много чего интересного сделала. Ну, наступила карантин, и я больше ничего не решила. Ну, да-да-да, в два хули, да. Наталья, вы помолодели. Да, мне тоже тут дают 23 года. И это, кстати, без фильтров и без масок я вот веду... Обучить этих девушек умура... А слушайте, я этим и занимаюсь. Мы создали партию, значит, имени Бичан, Комсомол, СССР за порядочность, честность, совесть. Не волнуйтесь, вы все увидите в эфире, как я рассказываю, да. Да, это круто. Там идет партия. У нас тут целая банда, короче, организовалась. Очень хороших людей, правильных, справедливых, честных, порядочных, ну и все в этом. Это все про меня. Да. Это единственный вот человек такой здесь. Конечно. И скромность. И скромность. И это самое главное просто. Видела отрывок из фильма «Где вы невеста». А, да. А, который ты показывала, да, Криковой? Да. Да, я тоже видел. Не, вы посмотрите, знаете чего? Вы посмотрите, пожалуйста, реально, если кому-то интересная история, есть фильм про, ну, типа, как Нордоз, да, все знают, что в Нордозе были, называется «Последние испытания». Я там играю «Смерть», вот, и очень интересный фильм, как захватывает… С Фаритоном общаетесь? Я? Да. Нет. Наташа, ты в дом. Иди в дом. Леша, ты именно из Самары. А что вы меня… Да, да, я именно из Самары. Мне надо уйти. Ну, она спрашивает уже третий раз, человечек спрашивает, ты именно из Самары, ты именно из Самары. Да, я именно из Самары. Наташа, иди в дом. Отвлекай. Блин, вот так, вот нормально, да, вот. Да. Не успела прийти. Ты трясешься, вы видели, как она трясется, вот реально. Я просто вот держу ее. Ты смотри, не клянай себе, кто на доме 2. Это серьезно. Ребят, ну, да, серьезно. Это серьезно, смотрите, вот, все честно. Мы танцы танцуем, сейчас отрывки будем делать. Так, вы единственная порядочная девушка там, согласен. Блин, это… Динственная порядочная девушка. Эти амебы скоро инфузории превратят, согласен. Кто? Это кто? Достаточно идея. Могу поговорить, она… Поговорите, пожалуйста. У меня… Просто сейчас карантин, и я ставлю на доме 2 постановки. Короче, страдаем мы сейчас. Ну да, понимаете, беда настала незаметно. Они думали, что избавились от меня. Знаете, я в 16-м приходила, их заставляла работать в 17-м, в 18-м. У пролетариата. Мы, короче, будем Советский Союз. Что легко затыкаешь, мы его просто задаем. Понятно? Тут сейчас разорвут за меня, нахрен. Правильно, правильно. Да нет. Стали очень классно, можно есть задавать вопросы. Она замерзла, блин. Мне это жалко. Слушай, а я не общалась в прямом эфире, знаешь, сколько? Лет 100. Да? А что ты не общалась? Сейчас в 16-м году я разговаривала, потому что у меня были мои какие-то люди, которым нравилось мое творчество. А потом я что-то там в кино ушла, туда-сюда ушла и как-то растеряла все. Одни эксперты. Что-то приходят люди, а парни не строят смысл таких на проекте оставлять. Одни эксперты. Наталья Бичан. Вон скинули ссылку там что-то. А, нет. А, это объясняют. А, это да, рассказывают. Наташа Бичан – это хореограф и эксперт проекта. И самый лучший просто человек на белом свете. Честный, справедливый и очень скромный. Надо шоу переименовать в Дом Дурдом. Не, на самом деле вы не правы, потому что я вам могу сказать, что сейчас очень много ребят, прям порядочных на проекте, прям без... Это не старый Дом Два, если честно, да? Не без темного прошлого, потому что, ну правда, я раньше приходила... Открытых, честных много очень, большинство. Да, да, да. Сейчас мне приятно с ребятами общаться, потому что они прям, ну, очень много молодых, 20-летних, 18-летних, которые... Понятно, что они совершают ошибки, это все понятно. Для этого они сюда и пришли. Да, мы для этого сюда и пришли с Наташей, 20-летние. 20-летние. Да, такие, салаги просто, зелень. 15-летние. Морген ушел. Нет, 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 все на месте. Ну, в общем, ребята... Наталья Алексеевна, вам симпатичен. Могли вы построить отношения с ним? Ребят... Кстати, интересный вопрос, Наталья, ответьте. Все, я в дом. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Ча-ча-ча. Это, наверное, все мне было, да? Бам-бал-эйла. Бам-бал-эйла. Так, вы очень, чего, хорошо, что? Вы очень хорошие. Хорошие, хорошие. Спасибо вам большое. Смотрите на что. Вижу, какие у меня подписчики хорошие. Это да. Мне одно счастье, только здоровья желают. Их мало, но они все мои, как Бузова говорю. Наталья, научите этих девушек чистоте, там, собаки сикуют прям в помещении, там они спят. И едят. Ну, мы разговариваем каждый день об этом. Каждый день об этом, да. Правда. Леха не без соврания. Я в мужской навожу порядок, с пацанами разговариваю. Да, Наталья везде. И в мужской, и в женской, и на кухне. И даже в лесу. И даже в лесу за зверями. Порядок везде, да. Так что не переживайте. Ну, вы тоже такие умные, говорит, научите. Вот они прям сидят и хотят научиться. Типа научите нас, пожалуйста. Да, научите нас, пожалуйста. Вы такие прям молодцы. Прям ждут. Нас мало, но мы стильняшка. Вот, правильно, Даша. Нас мало, но мы стильняшка. Все вопросы зато знаем. Все ответы получаем. Все интересно. А когда 300 человек мелькают, что к тему непонятно. Так, ну вот, Наталья ушла от нас, слава Богу. Нас мало фанатов. Да нет, ребята, фанатеть ни от чего нельзя. Это я честно говорю. А то, как бомжи они. Леша, мы хотим видеть только тебя. Спасибо большое. Для этого мне надо куда-нибудь слинять просто. Легче собакам учим, чем человек. Да, человеку, кстати, тяжело чему-то переучить. Особенно, если он, блин, не понимает этого. О, ну она куда-то там убежала еще дальше. Нет, Наташа, в принципе, это человек очень хороший. Бичан. Блин, ну она это, короче, танцевать надо, блин. Вот это вот. Сегодня, блин, весь день пухтели. Пошли, типа, по чуть-чуть потанцевать. В итоге там, нет, давай, танцуйте, танцуйте, блин. Ой. Слава Богу, вы чего, зачем вы так? Вот, такие-то дела. Вот, теперь въелась песня. Нет, сейчас реально на проекте вот очень много честных, порядочных людей. Реально. Прям, ну круто. Это не то, что раньше было. Я просто смотрел один период времени. Она заставит работать. Да, да, да. Вот это вот, понимаешь? То есть, когда ты не хочешь уже, ну, уже подустал. Приятно быть с тобой в эфире. Подожди, подожди. Приятно быть с тобой в эфире. Все читаешь, отвечаешь, все молодец. Сейчас прям заряжаюсь хорошей энергией от тебя. Спасибо огромное. Я раздаю вам хорошую энергию, ребята, пожалуйста. Привет, привет, привет. Глеб Жемчуг вообще в обезьяну превращается. Спина прям. Знаете почему? Потому что он худеет. А когда человек худеет, у него он сужается. Соответственно, волосы становятся гуще. Поэтому, возможно, так и кажется. Он реально сильно похудел сейчас. Поэтому не противен Насте. Блин, вот это не знаю, ребят. Противен он Насте или нет? Ну, раз она с ним, думаю, что не особо. О чем идет речь? Да, обо всем идет речь, братух. Или сестренка. Я тоже хореограф. О, круто. Хореографов я теперь люблю. Ну, короче, будет, походу, у нас танцы прикольные скоро. О, я, знаете, петь научился здесь. Ну, как бы, ну, попробовал хотя бы, да, там, на конкурсе. Почаще улыбайся. Очень идет. Спасибо большое. Кто из ведущих больше нравится? Блин, все хорошие. Ну, короче, Кадони, Юль, очень такой справедливый. Короче, смотрите, я объясню вам так. Все вот, как через телевизор, ну, абсолютно одинаковые. То есть, такие же и здесь в жизни. Вот Кадони такой, Ксюша Бородина такая справедливая. Дава, все вот. Ну, какие кто есть, вот, кому как нравится. Я вот тоже, мне кто-то нравился, там, Кадони нравился, Ксюша Бородина. Такие они и здесь. Реально, никто не играет, там, ничего, ничего. Все показывают, как есть, вот. И ведущий в том числе. Вот, единственный от роста, как бы, маленько поразился. Я просто думал, кто-то повыше, кто-то пониже, а по факту, ну, рост маленько. Бомба лейла, бомба лейла. Бородина, да, да, она справедливая очень. Мне она тоже по духу нравится. Леха, здорово, 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 Даня. Бомба лейла. По духу очень Бородина подходит мне тоже. Как погода у вас там. Да, да, очень холодно, Маргоша, прохладно. Я вот, ну, замерзаю прям. И нос заложен. Вот, прохладненько. И днем сегодня так же было. Хотя Бузова опять... Хотел, чтобы Бузову вернули. Знаете, для чего хотел бы? Хотел бы. Но не вместо, да, а просто хотел бы ее хоть раз, чтобы увидеть. Ну, просто интересно увидеть человека, блин. Мне кажется, она тоже маленькая. Про Бузову вообще не говорят. Ребят, не знаю почему, что уж там случилось такого. Все покрыто мраком, но даже ни слова нет. Даже закрасили, мне кажется, все, что тут было написано вообще про нее. Вот такая вот дела. Смотри, не заболеет. Да ну, ничего страшного. Здесь просто, знаете, кондеры херачат везде. В каждой комнате кондеры. Постоянно под кондерами. И вот это вот, типа, переутомление какое-то. Вот к вечеру нос просто закладывает. Потом на утро нормально опять. Лучше и нормально, кто лучше. Они делают с работы. Нельзя ведущих выбирать, кто лучше. Они делают свою работу. Блин, ну делают свою работу, согласен. Но каждый делает ее по-своему. По-разному. Хотя работа одна. Оля высокая, Леха. А, ты видел Олю? Ну, вот я не видел. Вот хотел бы посмотреть на Обузову. Хотел бы просто посмотреть. Ну, как бы, даже может быть фотографироваться. Но я не фанат, в принципе, никого. У меня нету таких, ну, чтобы, там, кумиров какие-то. Я не фанатею ни от кого. Я ни от кого стараюсь не зависеть. Ксюша, наверное, очень миниатюрная. Да, да, Юль. Ксюша очень маленькая. Очень такая хорошенькая. Ну, миниатюрненькая прям вся. Очень ножка маленькая. Ну, такая вот прям. Очень справедливая. Просто очень. Все, что делает, все как по эфирам. Так и в жизни. Помолыла. Да, возможно, использовать запрещено. Ты надолго в эфире? Ну, посижу маленько еще с вами. Постою, похожу. Я вот думаю, зайти в дом, наверное, потому что прохладно все-таки. Да, все простые ребята и ведущие. Но в даве я очень... А, я не очень отношусь. Ну, это, да, Даня, как хочешь, как ты был, сам знаешь все. А тебе миниатюрная девушка? Да, мне нравятся именно миниатюрные. Кстати, Ксюша Бородина разводится. Да, если вы на это намекаете, да? Так, Ксюша, вы с мамой в одном доме живете, судя по тому, как она активничает в вашем будущем? Жене будет трудно. Нет, мы с мамой не в одном доме живем. Мама уже вообще уехала. Живем мы по разным домам. Если вы имеете в виду за периметром, то нет, не в одном доме. У меня много жилья и хватает для всех. Много, в общем, блогеров, кто ее повидал. А я такая, Елена пишет, миниатюрненькая, да, Елена? Ну, напишите мне в директ. Я тоже не фанатка, но фото с Сэмом есть. Понятно. Ясненько, понятненько. Елена, Елена. Она, Елена. На, 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 на. У тебя озноб есть? У меня тоже вот нос забит. Могу капли дать. Да, это кондиционеры, и на улице холодно. Да, да. Плюс ты стоишь, тебя трясет прямо. Это уже нехорошая тряска. Вижу. Я чувствую, да. Наши волосы поднялись, которые нет. Охереть. Волосы дыбом стали. У Натальи стали волосы дыбом. Смотрите, какая миниатюрная. Она, кстати, тоже очень миниатюрная. Я очень похудела. Да. Я бы к тебе пришла, она, кстати, не позволяет. Наталья. Ну, как хотите. Да, да, Лешенька, это читал. Наталья. Завтра, завтра обязательно. А во сколько завтра, Наташа? Во сколько идем? Я у Наташи спрашиваю. Бичан. Она легко одета. Да, согласен. Потому что они с собой не успели вещей взять. Да все будет нормально, Крис. Все подслушивают тут. Вас подставили подсматривать. А вы подслушиваете, да? Какую грудь любишь? Без разницы. Большую не люблю. А ты в Самаре один днем был? А, одним днем был? Ну, практически да. Да, обстоятельства не позволяют. Ну, вот у всех обстоятельств, что я поделаю. Что тебе поставили? Сломанные прямо ребра. Реально. Драться начали. Жаль. Да ну, я надеюсь. Нет, я не надеюсь. А когда-то все равно. Здесь мы не вечны. Вот. Мы здесь не вечны. Приеду в Самару. Видишь, всем некогда приходить. Возможно, даже один приеду. Судя по тому, что вам всем некогда прийти ко мне. Так, вот этот бардак надо нахрен искоренять. Бамба, лейла, бамба, лейла. Улыбнись, и я спать. Пока-пока. Спокойной ночи. Сладких снов. Прекрасного вам завтра дня. Счастья. Здоровья. Леша, будешь, если песню записывать, очень красиво ты поешь. Спасибо огромное. Да, многие говорят, кстати, я почему-то этого не слышу, но даже звукарь, который записывает Витаса, ну, то есть много кого, известных людей, он мне сказал, кстати, если что, я от Самары недалеко живу классно, он мне сказал, что ты поешь, ну, как бы, у тебя все есть. Очень хорошо поешь, до первого раза вообще, ну, поешь то хорошо. Представьте, я набрал в зрительском голосовании 7%, а Женя Ромашов 5%. Ну, то есть, Женя, блин, певец, музыкант, да? А я первый раз микрофон в глаза видел. Кстати, спасибо вам за то, что голосовали, если кто голосовал. Как Крис, очень болит у нее. Да, там перелом ребер, короче, много чего. Оказывается, сотрясение. Кстати, если что, я в Самаре недалеко живу. А где Елена? Лена, Елена, Алёна, вот тебе и всеобщее признание. Да, согласен. Да, это очень приятно, очень приятно. Мне когда сказали, я офигел просто, 7%. Дальше идет Крис, там лискает 10%. Четвертое место, представляете, занял вообще четвертое. Первый раз человек просто микрофон видел. Первый раз пришел, ну, вообще на проект. То есть, никто не знает совершенно еще практически. Можно сказать, первую неделю только находился. А, в Оренбурге, ну да, это рядом. И просто, ну, спасибо огромное, 7%. Для меня это, ну, просто какая-то песня. Больше, чем Ромашов. Я просто услышал, я охренел, блин. За Женю не голосовали в этот раз, голосовали за Крис. Нет, не в этот раз, это было чуть, ну, до этого этап был, когда пели. Мы с Женей вылетели, по факту-то, ну, вот с этой песней, со своей вылетели. За нас коллектив не приголосовал. Вот это просто потом зрительское голосование рассказывали, объявляли. Меня, как раз, кстати, не было, я был дома. Детей я тут отвозил, как раз приехал. Мне говорят, ты слышал, сколько процентов? Я говорю, нет, а сколько? Ну, типа, ты больше Ромашова набрал. Ни хрена себе говорю. Очень-очень интересно. Подожди, пока нельзя тебе. Галстовали. Ну, давайте, ребятки, пишите что-нибудь, либо я ложусь, наверное, спать. В эфире. Да, тебя нельзя пока. Тебя нельзя, нельзя в эфир. Конечно. Вы потом, через неделю, будет, кстати, интересный приход такой, просто бомба. Увидите. Понятно. Хорошего настроения тебе. Спасибо огромное. Спокойной ночи. Спасибо огромное. Татьяна, спасибо большое. Я, вы знаете, что думаю, у меня возник коварный план, пока-пока, что-нибудь поесть. Я нашла, что в первом буду играть, когда я нашла свой отверт в третьем курсе. Ага. Твои люди сочинутся за третий, я прям вверх, здесь будет шикарен, смотри. Ага. Ух ты, блин, играешь как классно. Активно как. Прям. какая на третьем курсе хорошенько молоденько ты сейчас хорошенько уже взрослая скотина хорошо хорошо ли напиши в директ не длина погиб тогда знаешь какая влюбчивая была какая девчонка что я не тогда пришел за сценичные жестко добрых слов спасибо пошли по дороге спасибо люди пишут вот ты хорошенькая это что за мальчонка с тобой тоже вот я нашла отрывок сейчас классный прям игровой его нужно разыграть с глябом так вот он будет кому но глеб очень игровой инициатива на как говорится на каждую ему просто не можем ничего играть понимаешь потому что кто сказал что играть будет вообще все это будет чисто ваша ну очень клевый отрывок игровой прям классно короче там смысл в том что она за него не хотела идти замуж за бабки короче но они не богатые она такая мещанка за банки как сейчас модно говорить и она короче ты сам ладно ребят спокойно ночи сейчас не вместе ну да я сейчас еще поем естественно так как ну холодильник надо пустошать ладно все давайте пока 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 все